Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Без твердой правительственной основы, но со многими знаниями в области консалтинга. Такова оценка политического комментатора Анатолла Церану правительственной команде, возглавляемой Натальей Гаврилицей. По словам политического аналитика, критерий неподкупности и лояльности целям президента Санду лежал в основе создания новой правительственной команды. Представители правящей партии признают, что будущие члены правительства соответствуют идеям и ценностям, продвигаемым ПДС. Анатол Церану выразил надежду, что новый состав Кабинета министров сможет продвигать новую модель правления в Республике Молдова, хотя члены команды имеют мало опыта работы в государственных учреждениях. Много знаний, но немного институциональной памяти. С опытом в этом правительстве ситуация хуже. У многих членов будущего правительства нет солидной правительственной основы. Есть много новых имен молодых людей, которые не обремены манерами бывших властей. Будем надеяться, что они смогут принести свежий поток во все, что означает власть в Республике Молдова, сказал политический комментатор Анатол Церану. По словам Церану, президент Майя Санду внесла большую лепту в создание новой правительственной команды. Программа правления очень объемная, это означает, что люди профессиональные и имеют амбиции. Люди были избраны в том числе на уровне президентуры. Во-первых, была оценена их неподкупность. Они, безусловно, верны президенту Майе Санду. И этот принцип присутствовал, когда был разработан состав этого правительства, сказал Анатол Церану. Представители ПДС признают, что правительственная команда была создана из людей, которые разделяют идеи ПДС и имеют те же взгляды на развитие и модернизацию страны. Люди, когда создают команду, имеют одинаковые ценности, принципы и планируют общие цели, потому что они идут в правительство, чтобы работать вместе. Это люди, с которыми мы сотрудничали на протяжении многих лет. Мы их знаем и воспользовались их знаниями. Но в то же время только четыре члена правительственной команды являются членами ПДС или занимают должность в партии, а остальные люди не связаны с партией, сказал вице-председатель ПДС Дан Перчун. Кабинет, предложенный Натальей Гаврилицей, состоит из 13 министерств, а не 9, сколько было до сих пор. Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица 3 августа представила состав будущего Кабинета министров. Этому событию предшествовало партийное собрание правящей партии «Действия и солидарность», на котором было определено, кто войдет в состав нового правительства. Кабмин Гаврилицы состоит из министров правительства нынешнего президента Майи Санду, а также членов команды ПДС. Число министерств увеличится. Реструктуризация коснется Министерства образования, культуры и исследований, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства сельского хозяйства и регионального развития, а также Министерства экономики и инфраструктуры. Состав нового Кабинета министров Молдавии теперь должен утвердить парламент на заседание в пятницу, 6 августа. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!